Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. Ребята, свежий анализ рынка для вас, интересный инструмент это брала, сегодня их проанализируем, посмотрим валютный рынок, посмотрим из фондовых индексов DAX 40, посмотрим нефть марки Brent, а также еще некоторые инструменты, которые интересны как для анализа, так и для торговли. Я прежде всего хотела бы напомнить о том, что данное видео будет опубликовано на моем ютуб-канале Мария Кухтатрейдер в субботу 24 июня и будет продублировано на ютуб-канале компания Маркес в понедельник 26 июня. Ну что ж, теперь давайте все по порядку, начинаем с валютного рынка и индекс доллара. По индексу доллара, друзья, у нас интересная ситуация образовалась тем, что индекс доллара неплохо отрабатывает краткосрочные продажи, о которых я говорила и ранее, и публично, и в принципе в своем закрытом канале я своим подписчикам тоже рекомендовала открывать продажи по дикте. На самом деле продажи уже себя неплохо отработали, что дальше, то есть какая у нас дальнейшая перспектива по индексу доллара открывается. На самом деле очень интересный вопрос, потому что у нас сейчас образовалась дилемма защиты, и это ключевой момент, который, скажем, не позволяет полностью спрогнозировать даже направление по инструменту, в силу того, что еще нет достаточных элементов для того, чтобы подтвердили потенциально защитные движения. На самом деле на текущий момент дилемма защиты выступает в том, что остается ли актуален лонговый импульс, который у нас нарисовался в мае месяце по дикте, или же у нас произошло шартовое перекрытие за последнее время. Мы с вами видели такое локальное давление цены вниз, начиная с начала июня, да и по текущий момент у нас еще индекс доллара находится в таком локальном давлении вниз, в локальной краткосрочной нисходящей тенденции. Это и есть тот момент, который сейчас нужно разрешить на текущий момент, и ответ на который, то есть на этот вопрос нам нужно отыскать на графике. Скажу сразу, что пока в закрытом канале я своим подписчикам не давала торговые сигналы по индексу доллара, сейчас еще буду ждать, возможно понедельник, вторник уже нарисуют более понятную картинку, но тем не менее, сейчас озвучу свою позицию, к которой я склоняюсь больше всего, и в принципе ключевым моментом, который повлиял на мою позицию, является закрытие последних дневочек, то есть закрытие дневочки пятницы прошлой торговой недели, 23 июня и четверг 22 июня. Чем примечательны закрытия этих дневок и почему все-таки можно сейчас по индексу доллара уже рассматривать вопрос окончания короткосрочной нисходящей тенденции и продолжения тенденции восходящей, которая образовалась в мае месяце. Давайте начнем анализ по дикси с тенденции более длительной, более среднесрочной. Я напомню о том, что по индексу доллара у нас продолжается нисходящая тенденция. Нисходящая тенденция, которая уже длится больше, чем полгода, началась еще на максимуме, которую мы с вами видели в октябре-ноябре прошлого года и продолжается по текущий момент. Но мы видим, что за последние несколько торговых месяцев у нас происходит уже замедление. То есть мы фактически не можем пробить образовавшиеся минимумы в месяце в феврале, то есть минимумы начала февраля удержали в апреле и в мае. На эту ценовую зону произошла реакция именно в мае. Вот это то, что я сейчас называю свежее возможное потенциально защитное лонговое движение. И видим, что сейчас происходит такое уже локальное замедление. То есть если смотреть в более таком обширном формате, то все-таки вот этот момент присутствует, момент замедления. Мы не смогли пробить предыдущие лои, те лои, что образовались в конце месяца января, в начале февраля. То есть апрель-май у нас показал удержание этой ценовой зоны. И есть реакция на эту ценовую зону довольно хорошая, довольно импульсная. Смотрите, это первый момент. То есть перелоу предыдущих минимумов мы не сделали. Дальше. Текущая картинка, если посмотреть более локально, у нас показывают два таких лонговых выкупа четверг-пятница на прошлой торговой неделе. Это реакция на трендовую линию поджатия наверх, локальное поджатие, образовавшееся за последние несколько торговых недель. То есть в принципе последние два торговых месяца образовали вот такое локальное поджатие наверх. И эту ценовую зону, и это поджатие мы удержали реакцией, реакцией, локальной реакцией на закрытие прошлой торговой недели. То есть эти элементы, вот те, что я сейчас озвучила, вот эти элементы, это первые звоночки о том, что возможно, возможно, все-таки у нас еще актуален лонговый импульс, потенциально защитный, свежий, тот, что был в мае. У нас еще актуален тот импульс лонговый, что был в феврале месяце. Посмотрите, февраль и начало марта довольно сильные, хорошие лонговые импульсы по индексу доллара. То есть эти минимумы мы не пробили, мы всего лишь навсего их оттестировали. Но перелог этой ценовой зоны мы не сделали, это второй момент. И третий момент локальный, то есть который показывает локальную реакцию свежую, это дневочки четверга-пятница на прошлой торговой неделе, которые показали свежие выкупы в свежие лонговые импульсы. Дальше, текущая картина. Как у нас выглядит? Давление вниз еще присутствует. То есть все-таки мы еще и находимся в рамках вот этого шартового движения вниз по индексу доллара, которое у нас началось в начале текущего месяца. И вы видите, что последний такой хороший уверенный шартовый импульс у нас произошел 15 июня. В рамках этого давления мы сейчас еще набираем торговую позицию. Но учитывая то, что мы пробили локальные откатные зоны сопротивления в районе 102,8-102,7, откатные свежие закрепились выше, поджимаемся наверх, плюс комплексная ситуация с комплексным анализом тем, что я только что озвучила. То, с чего я, вернее, начала анализ индекса доллара, то есть более глобально, если проанализировать картинку, то все-таки я склоняюсь к тому, что по дикси у нас, скорее всего, движение вниз, которое было несколько, имело место несколько торговых недель, вот эти две торговые недели снижения, да, это коррекция на локальной восходящей лонговой тенденции. То есть все-таки в силе еще лонговый импульс, который был в мае, после чего довольно глубокая коррекция до поддержки в районе 102, и эта поддержка у нас еще усилена зеркалом, то есть зеркальная поддержка здесь присутствует, реакция свежая наверх в виде двух импульсных выкупов, то есть в любом случае, даже если, значит, и анализировать с обратной стороны всю текущую ситуацию, то все-таки шортить тоже сейчас нельзя в силу того, что инструмент в поджатии наверх. То есть это поджатие наверх явно прослеживается в виде закрытия двух последних дневочек на прошлой торговой неделе. Ребят, все эти моменты, которые я сейчас озвучила, позволяют определить дальнейшие лонговые перспективы по индексу доллара, все-таки рискну озвучить это мнение, хотя еще нет всех подтверждающих элементов, то есть для того, чтобы увидеть точку захода по дикте, нужно подтверждение вот этого перекрытия. То есть это у нас получается реакция свежая наверх, которую нужно подтвердить, сформировать свежую лонговую формацию, и эта лонговая формация, если будет показывать дальнейшие лонги, то есть если это будет подтверждена лонговая формация, которая показывает возможность открыть дальнейшие покупки, она же будет подтверждать то, что действительно движение до этого было коррекцией, а коррекция на чем? На лонговом тренде, лонговой тенденции локальной, которая образовалась в месяце мая. Таким образом, я все-таки как направление по индексу доллара рискну озвучить лонги, по крайней мере краткосрочные, а возможно и дальнейшие среднесрочные. Но это уже нужно будет смотреть по факту, будем сопровождать торговые позиции, то есть если произойдет подтверждение перекрытия свежего, сформируется лонговая формация свежая, в таком случае у нас образуется стаб лонговый, который даст возможность открыть покупки, и дальше эти покупки уже нужно будет сопровождать. Возможно, локально уйдем наверх, возможно, среднесрочный уйдем наверх. То есть в принципе, если будем показывать дальнейший рост, то следующая цель для роста – это сопротивление 104,4. То есть в принципе, консолидация текущая, консолидационная зона, с которой мы показали краткосрочные снижения, до этой ценовой зоны есть все шансы вырасти по индексу доллара. Поэтому вот такая ситуация текущая по дикси. Все-таки против тенденции, да, ребят, против тренда, но учитывая вот те моменты, которые я сегодня проанализировала, учитывая как локальные моменты, так и более глобальные, более крупные моменты, да, они позволяют все-таки увидеть предпосылки для дальнейшего роста. Поэтому моя торговая идея для вас. Индекс доллара рассматриваем на покупку выше коррекционного уровня поддержки 102 с целью на достижение следующего ценового уровня сопротивления 103,6. И если будем пробивать эту ценовую зону, 104,4 ценовая зона – это следующий ценовой уровень сопротивления. Так, давайте теперь посмотрим евро-доллар. Евро-доллар. Ситуация чуть-чуть более сложная, нежели по индексу доллара. Почему? Потому что евро-доллар еще на самом деле находится в довольно сильном поджатии наверх и в довольно хорошем импульсном движении наверх, ребят. То есть евро-доллар на самом деле замечательно отработал мои прогнозы на покупку. Прогнозы и публичные, и прогнозы, которые я давала в закрытом канале своим подписчикам. Здесь у нас сформировалась самодостаточная лонговая комбинация, которая позволила увидеть возможность покупок по евро-доллару. И, в принципе, еще ранее я думала, что все-таки эти покупки будут у нас среднесрочные. Но сейчас локальная картинка у нас по евро-доллару показывает возможность коррекционного снижения. Сейчас объясню, почему. И сейчас тоже расскажу моменты, на которые стоит будет обратить внимание, если евро будет уходить вниз. То есть эти моменты мы с вами также должны учесть, если будем шортить евро. Шортить, по крайней мере, коррекционно, а, возможно, и будем рисовать шортовые перекрытия и дальше двигаться в сторону нисходящей тенденции. То есть здесь у нас получается обратная картинка. Если сравнить с Dixie, то есть тоже у нас есть потенциальные защитные движения, то движение, что было в мае, шортовые по евро-доллару. Если все это сейчас коррекция, то у нас образуется локальная шортовая формация, локальный шортовый паттерн, который даст возможность определить дальнейшие среднесрочные продажи. Но это пока мы забегаем наперед. Пока локально этого нет, локально этого не видно. Локально можно спрогнозировать евро на корткосрочное снижение. То есть коррекцию по отношению к лонговому движению, лонговому импульсу, который произошел с начала текущего месяца, вот эту коррекцию можно сейчас спрогнозировать. Поэтому евро-доллар в силу того, что у нас появилось такое давление вниз текущее, давление вниз в пятницу особенно образовалось на прошлой торговой неделе, импульс низ, который пробил свежую консолидационную поддержку 1.09 копейками, девочка у нас в пятницу закрывается ниже этой ценовой зоны. Есть реакция на остановку роста в районе 1.09.90, 1.10, фактически ценовая зона сопротивления. Есть импульсная реакция вниз, то есть в принципе неплохие шансы для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее давление. Почему? Потому что, во-первых, пошла реакция в виде импульса, во-вторых, пробили и закрепились ниже консолидационной поддержки, с которой сделали новый перехай предыдущего максимума локального, то есть уже в зажатии вниз находятся евро-доллары. Я думаю, что в сторону этого зажатия мы уйдем, по крайней мере, краткосрочно, а что будет дальше, то точно так же, как и по дикси. Это уже нужно будет сопровождать торговую позицию, если будем работать в шорт. Но посмотрите, шорты, шорты по евро возможны либо с текущих, либо от еще каких-то свежих консолидаций, свежих накоплений. То есть, возможно, еще будет несколько дневочек консолидационных внутри свежего защитного движения шортового, то есть 22-23 июня – это шортовое защитное движение, в рамках которого еще инструмент может донабирать торговую позицию, консолидироваться, корректироваться и так дальше. То есть этот момент вы тоже должны понимать, если будете открывать шорты по евро. Ниже сопротивления 1.10 в рамках свежего потенциально защитного шортового движения можно работать на, по крайней мере, краткосрочное снижение по валютной паре евро-доллара. Перспективы для снижения, ребят, я пока озвучивать не буду, потому что, ну, все-таки, как я уже озвучила, локальные предпосылки для снижения присутствуют. Более глобальные, более среднесрочные предпосылки для снижения пока сложно оценить в силу того, что очень сильно поджатся наверх, находится евро-доллар. И это поджатие, как минимум, нужно перекрывать свежей шортовой формацией, которой сейчас хорошая, смотрите, хорошей шортовой формации сейчас у нас нет. То есть у нас есть попытка задавить сцену вниз, да, в таком зажатии вниз находится сейчас евро-доллар, но, скорее всего, дальше нам нужно нарисовать свежую шортовую самодостаточную формацию, которая покажет локальные шорты, то есть возможность открыть локальные продажи. И если мы это все с вами увидим, то в таком случае уже можно более уверенно сказать, что да, евро дальше смотрится в шорт. Открываем продажи и дальше сопровождаем нашу торговую позицию на продажу. Продажа либо глубокая коррекция в рамках лонгового импульса, лонгового движения, которое началось в начале месяца июня, либо продажа с шортовым перекрытием, который задаст тон для дальнейшего нисходящего движения более длительного, то есть не только краткосрочного коррекционного, но и более длительного, и которое может, в принципе, подтвердить, точно так же, как и по индексу доллара, потенциально защитное майское движение, вот это давление вниз шортовое, которое произошло в мае месяце. Поэтому все-таки рискну по евро-доллару тоже спрогнозировать против поджатия, против локальной восходящей тенденции шорты, по крайней мере, краткосрочные, а дальше, ребят, будем сопровождать торговые позиции. В веб-канале обязательно своим подписчикам буду писать апдейты, то есть если будут какие-то корректировки по евро-доллару, по индексу доллара, по другим инструментам, напишу свое мнение, то есть если что-то изменится, обязательно озвучу свое мнение. Альтернатива по евро – это рисуем лонговые перекрытия, подтверждаем перекрытие, дальше будем двигаться наверх. То есть да, у нас сейчас евро-доллар тоже находится на этапе дилеммы защиты, на самом деле это очень сложные моменты. Когда рынок в движении, когда рынок не сформировал еще до конца какие-то шортовые либо лонговые сетапы, но тем не менее есть, скажем, и элементы, которые могут подтвердить и лонговые направления, и элементы графические, которые могут подтвердить и шортовые направления. То есть этот вопрос, вопрос дилеммы защиты, он на самом деле решается, разрешается рынком. Рынок сам отвечает на этот вопрос. И забегая уже наперед, исходя из неких таких элементов, которые я сейчас проанализировала, и по индексу доллара, и по евро-доллару, я все-таки считаю, что есть шансы, неплохие шансы для того, чтобы увидеть евро-доллар на, по крайней мере, краткосрочное снижение, то же самое и индекс доллара на, по крайней мере, краткосрочный рост. А, возможно, и увидим перекрытия импульсные, и тогда будем дальше уже говорить о каких-то среднесрочных, более длительных, более глобальных перспективах. Ситуация интересная, есть сейчас над чем подумать. Есть моменты, на которые стоит обратить внимание. текущие, поэтому рискну все-таки озвучить такое мнение, которое я сегодня для вас проанализировала, и дальше уже будем смотреть. То есть желательно еще понедельник-вторник подтверждение, хотя бы локальное, и по евро, и по дикси, но не исключая вариант, что движение мы увидим и уже с текущих. В связи с тем, что евро находится в локальном давлении вниз, индекс доллара находится локально, пожалуйста, наверх, и это может сработать. И в сторону этих локальных импульсов рынки дальше могут уже с понедельника начать свое движение. Ну что ж, проанализировали евро-доллар, проанализировали дикси. Теперь давайте еще перейдем к другим интересным инструментам, и хотела бы на нефтимарке Brent остановиться, ребят. Нефтимаркетбрент, я напомню, еще ранее я вам рекомендовала шортить на прошлой торговой неделе. После закрытия пятничной нефти 16 июня я все-таки говорила о том, что направление по нефтимаркетбрент вижу шортовое. Точки входа не было. Что сейчас? Сейчас по нефти у нас на самом деле ситуация интересная тем, что нефть отличные шортовые импульсы показала, отличную отработку моего видения, моего аналитического видения шорт показала, отработала. То есть мы фактически достигли своей поддержки в районе 71,9-72. Несмотря на то, что пятница у нас закрылась немножечко с выкупом, все-таки перекрытие мы нарисовали по Brent. Перекрытие шортовое, ребят, поэтому по нефтимарке Brent. Дальше рекомендую работать на снижение. Ниже сопротивление 77,4, 77. Ценовая зона сопротивления, от которой дальше работаем в шорт. Либо секущих, либо еще у нас здесь будет какой-то набор торговой позиции до формирования. Дальнейшим шортового сетапа в рамках потенциально защитного движения шортового. Но это, в принципе, потенциально защитные шортовые движения. Импульс вниз от 22 июня. И перекрытие коррекции, да, потому что до этого мы коррекционно росли. Я на обзоре прошлого, значит, говорила о том, что нефть находится поджатая наверх, и в силу этого поджатия не было точки входа в шорт. К сожалению, да, но сегодня я проанализирую свои предыдущие торговые идеи и тоже остановлюсь на нефти. Скажу, что все-таки не было возможности, к сожалению, открыть продажи по бренду, потому что не было хорошей точки входа. Этот момент проанализирую во втором блоке сегодняшнего обзора, когда буду уже рассматривать свои предыдущие торговые идеи и текущую картинку по этим инструментам, которые я рекомендовала публично на прошлом своем обзоре. Что сейчас по нефтемарке Бренд? Давление вниз, потенциально защитное тоже. Импульс вниз, который образовался в апреле, апрель и начало мая. Хорошее давление вниз по данному инструменту. Коррекционный рост до зоны сопротивления 77,4. Ну, здесь вот такая зона, да, еще есть 78,2. В принципе, эти рамки мы удерживали. За эти ценовые уровни у нас была борьба неоднократно, как вы видите. Длительное накопление позиций, замечательная консолидация. Такая довольно хорошая повышенная амплитудность, но тем не менее можно в этой амплитудности увидеть формирование четких ценовых диапазонов. Сопротивление в районе 77 с копейками и поддержки в районе 72 с копейками. То есть это все, а также последняя локальная реакция вниз. То есть это у нас перекрытие предыдущей коррекции и свежее потенциально защитное шортовое движение для открытия последующих шортовых сделочек, последующих шортовых позиций. Позволяет определить продолжение нисходящей тенденции как локальной, той, что образовалась в месяце апреля-мая, так и долгосрочной по нефтемарке бренд у нас. Долгосрочная нисходящая тенденция, ребята. Хорошее давление вниз. В этом давлении мы находимся уже больше года по данному инструменту, и в сторону этого давления предлагаю дальше торговать нефть. Нарисуется хорошая точка входа. Я обязательно буду в вип-канале своим ребятам, своим подписчикам давать торговые сигналы. Также скажу в открытом телеграм-канале, когда у нас будет хорошая, понятная точка входа по нефте. Сейчас же у нас нарисовалось перекрытие предыдущего лонгового движения, то есть коррекция перекрыта, подтвержден шортовый импульс свежий, который был до этого. Паттерн уже есть. И в этот момент нужно определить точку захода для текущей возможности открывать сделки в шорт. Это, как я уже сказала, либо сразу будем уходить на снижение, либо будем еще показывать до набор торговой позиции для продаж в рамках вот этого импульса, который произошел 22 июня. Поэтому возьмите на заметку этот момент по нефти. И дальше можете работать на продажу с перспективой на пробитие образовавшейся поддержки в районе 72, пробиваем эту поддержку, дальше будем уходить в шорт, в сторону долгосрочной, нисходящей тенденции, образовавшейся по данному инструменту. Так, еще бы хотела проанализировать DAX. Ребята, ну DAX из фондовых индексов на самом деле интересен тем, что уже рисуют попытки нарисовать и подтвердить шортовые перекрытия. Шортовые перекрытия предыдущего лонгового движения. Видите, у нас такое сильное шортовое импульсное движение текущее присутствует по DAX. Есть реакция на текущие максимумы в районе 16, 30, 35. Реакция в виде импульсного перекрытия свежего. И учитывая характер вот этого импульса, учитывая то, что мы в очередной раз, в очередной раз тестируем зону поддержки, 15,736, 15,16, 15,800, прошу прощения, это зона поддержки, зона консолидации. Такое длительное время мы здесь ее удерживали. Несколько раз у нас была реакция хорошая наверх вот этой зоны. Но, тем не менее, свежий импульс, который показывает давление текущее, он говорит о том, что, скорее всего, DAX собирается пробивать эту поддержку. То есть от предыдущей консолидации, которая была, мы показали реакцию наверх, но, во-первых, не пробили. Мы локально пробили, но мы не смогли закрепиться выше предыдущего. Максимумов сопротивления 16,30-35, а наоборот показали шортовое поглощение, шортовый импульс вниз. Опять достигли этой поддержки ценовой консолидации. И показываем все шансы для того, чтобы дальше уходить в шорт и пробивать вот эту консолидационную поддержку. Поэтому очень интересный момент для среднесрочного шортового движения по DAX. Каких-то особых сейчас предпосылок для локальных точек входа у нас нет. То есть пока локальных точек входа в шорт нет. Это нужно будет ждать. Обязательно своим подписчикам в закрытом вип-канале буду озвучивать информацию о том, когда у нас появятся точки входа свежие на продажу. Но, тем не менее, в силу шортового перекрытия свежего, в силу ситуации за последние несколько торговых месяцев, в силу того, что мы задавливаем цену вниз и пытаемся пробить вот этот консолидационный ключевой уровень поддержки в очередной раз, все это дает возможность прогнозировать перспективу пробития этой зоны. Это раз. Второе. Это мы свежие шортовые движения определяем как свежая потенциально защитная шортовая, в рамках которого ждем шортовую формацию подтверждающую. От нее будем работать в шорт. Точка входа нарисуется. Дальше будем шортить с DAX. И уже тогда можно будет удерживать среднесрочно, потому что все шансы для того, чтобы среднесрочно снижаться, у нас присутствуют. Если удастся пробить поддержку ключевую, которую я обозначила в районе 15.760-15.800, пробиваем эту поддержку. Дальше можем снижаться до следующей консолидационной зоны. Это, смотрите, район на 14.900-15.00, грубо говоря. То есть предыдущая ценовая консолидационная зона, с которой мы показали локальный рост в сторону продолжения своей основной восходящей тенденции. Но уже такие предпосылки для разворота присутствуют, поэтому интересная ситуация по DAX. Кто торгует данный фондовый индекс, можете взять себе на заметку. Рисуется предпосылка для среднесрочного разворота. Точку входа ждем. Будет точка входа. Буду информировать своих подписчиков в вип-канале. А также в открытом телеграм-канале, думаю, что сделаю апдейты по этим инструментам. Здесь тоже интересные картинки. Нарисовались и по нефте, и по DAX. Да и валютный рынок, Dixie и евро. Тоже интересные моменты здесь у нас нарисовались. Поэтому, ребят, ждите. Будут точки входа. Обязательно вас проинформируем. Так, и еще хотела бы сегодня. Сегодня еще такие интересные инструменты проанализировать. Значит, посмотрим из фондового рынка акцию Coin. Coinbase Global, который торгует на бирже NASDAQ. Так, ребят, я еще ранее на своих прошлых обзорах, значит, я говорила о том, что Coinbase у нас смотрится среднесрочно в лонг. Сейчас ситуация у нас не меняется. То есть сейчас, наоборот, у нас подтвердилась лонговая дальнейшая перспектива по данному инструменту, по данной акции. Но с одним отличием. Посмотрите, если раньше я думала, что мы от текущей локальной формации, это уже достаточно лонговая формация, подтверждающая лонговая формация, потенциально защитное лонговое движение, подтверждение в виде правильной комбинации дальнейших дневочек, то здесь у нас была возможность уйти наверх. Но нет, мы не ушли. Видите, мы почему-то остановились возле ценовой зоны в районе 65, показали реакцию вниз, донабрали торговую позицию, видите, как рынок иногда еще донабирает торговую позицию. Донабрали торговую позицию до поддержки 51, ценовая зона поддержки, которую я обозначала на своем предыдущем обзоре. То есть не тот, что был на прошлой торговой неделе, а тот, что я еще несколько недель назад анализировала Coinbase. Когда в этом обзоре делала анализ Coinbase, я говорила о том, что у нас выше вот этой зоны поддержки в районе 51, ключевая зона поддержки, минимум коррекции на таком глобальном потенциально защитном лонговом движении. Вот какой лонговый здесь паттерн у нас присутствует. То есть если это действительно потенциально защитное лонговое движение, это все коррекция, и сейчас можно, в принципе, увидеть подтверждение этой информации, что действительно это все коррекция. Есть реакция раз наверх, то есть еще донабрали торговую позицию, свежую лонговую формацию нарисовали. Реакции не было, но тем не менее донабрали еще раз торговую позицию, оттестировали поддержку 51, и вот свежая реакция наверх. Которая показывает, что, скорее всего, уже готов инструмент для дальнейшего роста, уже инструмент готов для того, чтобы дальше двигаться наверх. И учитывая характер потенциально защитного движения, учитывая вот этот лонговый импульс, можно спрогнозировать рост до максимума месяца марта и месяца февраля. Ценовая зона 84-85, вот это среднесрочная перспектива по Coinbase, а там уже дальше нужно будет смотреть, то есть сопровождать свою лонговую позицию. Будут какие-то элементы и формации, которые будут дальше показывать лонги, то есть можно будет дальше удерживать и с перспективой на пробитие этой зоны сопротивления. Если говорить о каких-то локальных ценовых уровнях, смотрите, у нас есть еще сопротивление 65 с копейками, то есть та зона, с которой мы показали локальную реакцию вниз, это первая зона. Вторая зона, откатная, в районе 72 с копейками. Ну и следующая, третья зона, которую я уже обозначила, 85, максимумы вот этого потенциально защитного лонгового импульса движения, то есть максимум февраля и максимум месяца марта. Вот такие среднесрочные перспективы у нас по Coinbase, они сейчас подтверждаются, они сейчас сохранятся, они сейчас еще актуальны, но мы просто-напросто еще донабрали торговую позицию для дальнейшего роста. Поэтому ожидаю хорошего импульсного выброса на север по данной акции. Так, и еще хотела бы сегодня проанализировать интересный инструмент. Ребята, вот тоже отбирала сегодня для обзора те инструменты, которые интересны, которые интересны не только для анализа, но и для торговли. И хотела бы обратить внимание на этот инструмент тикером ZB, это фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации. Чем интересен этот инструмент? Посмотрите, мы, во-первых, находимся в очень хорошей локальной консолидации. То есть эта консолидация присутствует две последние торговых недели. Консолидация, которая сформировалась в рамках шартового давления, то есть это у нас потенциально защитные шартовые движения, свежий импульс вниз, который начался фактически вот 12 мая и длился до 25-26 мая. Хорошие импульсные снижения, в рамках которого мы с вами видим шартовый паттерн, шартовый набор позиций. Попытка уйти на коррекцию до зон сопротивления 128, здесь была реакция свежая вниз, в рамках этой реакции есть текущая консолидация, то есть удержание сопротивления 128 присутствует, несколько шартовых свежих импульсов раз, свежий импульс два. То есть все это дает возможность увидеть текущую шартовую формацию, подтвержденную шартовую формацию. Вот шартовый сетап, я его сейчас вот обвела для вас, мы с вами можем здесь увидеть шартовый паттерн, который формировался, да, довольно длительное время, но тем не менее, все элементы этого паттерна присутствуют, все элементы для того, чтобы спрогнозировать шарты присутствуют. Поэтому моя торговая идея для вас, кто торгует, значит, этот инструмент и кому интересен этот инструмент, торговая идея для вас, и это продажи, продажи по инструменту с тикером ZB, фьючерсы на долгосрочные казначейские облигации, продажи ниже откатной зоны сопротивления 128 с перспективой на пробитие нижней зоны консолидационной, значит, текущего консолидационного накопления в районе 126 и дальнейшая перспектива – это пробитие минимумов потенциально защитного шартового движения в районе 125-125 копейками. То есть неплохие шансы для дальнейшего движения в сторону локального давления вниз у нас присутствуют. И если пробьем эту ценовую зону, минимум потенциально защитного движения, следующая ценовая зона для падения – 123-122 зона поддержки. Интересные моменты, даже можно еще в дополнение к этому увидеть долгосрочный нисходящий тренд по этому инструменту. То есть у нас тенденция шартовая, я думаю, что в сторону этой тенденции мы продолжим свое падение. Дальше буду сопровождать на своих следующих обзорах эту торговую рекомендацию, ребят. То есть интересная очень ситуация, здесь уже у нас сформированная торговая картинка есть, у нас уже есть хорошие элементы, подтвержденные, для того, чтобы спрогнозировать дальнейшие продажи. И, значит, продажи, цели для продаж я озвучила, зоны для продаж тоже озвучила. Если торгуете, можете поставить на свой торговый лист и уже с текущих открывать шарты. Ну что ж, это был свежий обзор рынка для вас на предстоящую торговую неделю. Ребят, если будут какие-то апдейты, обязательно буду вас информировать. Сейчас мы с вами перейдем к второму блоку сегодняшнего обзора, посмотрим мои предыдущие торговые рекомендации. Значит, начнем с нефти марки Brent. Нефть марки Brent. На прошлой торговой неделе я вам говорила о том, что вижу шарты по нефти. Так, значит, шарты по нефти. Шарты, которые, как я уже сегодня сказала, подтверждены не только шартовой формацией локальной, но и шартовой тенденцией, как текущей свежей, так и среднесрочной. Вот открыла график нефти марки Brent. Значит, на прошлой торговой неделе, ребят, нефть марки Brent была поджаться наверх, закрывается пятница, 16 июня, но я говорила о том, что я ожидаю дальнейшего снижения. То есть нефть у нас дальше смотрится на продажу в сторону давления, которое было в месяце апреля, в месяце мая. Вот это импульс вниз, после чего мы видим длительную консолидацию позиции с удержанием нижней границы 72, верхняя граница консолидации 77,5, удержание этих ценовых зон, локальные импульсные реакции на сопротивление, вот это шартовые движения свежие, в рамках которого, как мы уже сейчас видим, действительно я правильно спрогнозировала коррекцию. То есть да, это была коррекция. И я сказала о том, что если будет точка входа, я озвучу, значит, в виде, проинформирую, вернее, вас в виде уведомления в моем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Ну, смотрите, ребята, так случилось, что по нефти хорошей точки входа в шорт у вас не было. Поэтому все-таки рекомендация отработалась. То есть если вы рискнули шортить, отлично, поздравляю. Если говорить о моих, да, моих торговых отработках, то я скажу, что я нефть не шортила в силу того, что я ждала перекрытия вот этого поджатия наверх. То есть хотя бы закрытие вот этой дневочки 21 июня, если бы оно закрылось давлением текущим, давлением вниз, можно было бы работать в шорт и была бы уже точка входа. Но нет, к сожалению, мы опять закрылись с поджатием наверх, видите, поджатие было. И сразу уже на следующий день показали импульс вниз. То есть этот импульс вниз, в принципе, и был началом отработки продаж. Но все-таки для того, чтобы открыть шорты, мне этого было недостаточно в силу того, что я не увидела свежей точки входа. Поджатие наверх было. Это одно из правил, которые я использую в анализе в торговле. Если я исподжатся наверх, не буду открывать продажи. Эти моменты для меня очень важны. Все-таки точка входа – это такой графический момент, графический отрезочек времени, который уже показывает действительно, что да, мы уже подтверждаем, что сейчас можно открывать шорты. Шорты уже полностью подтверждены. Здесь у нас было только комплексное подтверждение шортов. А вот локальной, свежей точки входа не было в силу того, что рынок находился в поджатии наверх. И видите, новые максимумы здесь закрылись выше предыдущей консолидации. Нехорошо так закрылись для шортов, но тем не менее отработка произошла. То есть если вы все-таки решили рискнуть и открыть шорт по нефтимарке Brent по моей предыдущей публичной торговой рекомендации, вы могли лично заработать, потому что не только 22 июня, но и 23 июня у нас нефть упала, и довольно хорошо. Закрытие дневочки пятницы не меняет дальнейшее направление, дальнейшие перспективы. И об этом я говорила в начале сегодняшнего обзора, в первом блоке, вернее, сегодняшнего обзора, когда был обзор рынков с торговыми идеями для вас. Другими словами, Brent дальше смотрится вниз с перспективой на пробитие поддержки 71 и 872 ценовой зоны и ниже. Так, металлы. Ребят, по металлам у нас произошла отмена сценария. Я по металлам ждала покупки. Я вам говорила о том, что все-таки здесь были золото. Давайте посмотрим. Здесь были у нас локальные формации, которые позволяли увидеть лонги, но эти возможные покупки у нас были перекрыты шартовыми импульсами. То есть импульс вниз, определяющий, который произошел 20 июня, шартовый импульс вниз показал, что все у нас закончились. То есть возможность увидеть лонговые какие-то формации, лонговую формацию здесь. У нас уже произошла отмена лонгового сценария, и дальше, скорее всего, золото будет падать. Но я была уже вне рынка, потому что я получила убыток по золоту. Тем не менее, в закрытом канале я ребятам написала после вот этого импульса, что все, у нас уже отмена сценария, уже золото не трогаем, скорее всего, дальше будут шарты. Этот момент я признаю, и я, в принципе, понимаю, что действительно в данном случае рынок ушел в сторону локальной нисходящей тенденции. Шартовые тенденции, образовавшиеся в месяце мая, видите, как рынок отработал здесь эту шартовую тенденцию, мы проконсолидировались, удержали локальное давление вниз, удержали зону сопротивления 19.70, показали шартовые перекрытия. То есть у нас не было здесь импульсной реакции наверх, которую я ожидала, а наоборот мы показали шартовые перекрытия свежие. Все, и поэтому мы упали. Мы дальше уже находимся сейчас в шартовом движении. Как это прогнозировать дальнейшее направление по золоту? Ну, это, конечно же, сейчас шартовое направление, но точек входа нет в силу того, что рынок движения. Если рынок движения, это еще одно правило, которое я использую в анализе в торговле, если рынок движения, не торгуем. То есть когда рынок движения, мы можем определить направление по инструменту, но точек входа нет в силу того, что рынок движется, И он уже либо отрабатывает какую-то формацию, какое-то потенциально защитное движение, либо рисует свежие потенциально защитные движения, которые нужно подтверждать свежим сетапом, свежим паттерном, и уже тогда можно будет дальше, когда нарисуется уже достаточное подтверждение графическое, тогда уже можно будет доработать в сторону потенциальной защиты. Все эти моменты я все разбираюсь со своими учениками, ребят, кому интересно, записывайтесь ко мне на индивидуальные курсы обучения, все эти моменты мы с вами будем разбирать на индивидуальных курсах обучения, все эти вопросы и ответы на эти вопросы вы получите, если вам интересен мой подход к анализу рынков, подход к анализу графиков и так дальше. Да, золото, отмена сценария, но тем не менее сделка была возможная в силу того, чтобы была лонговая локальная формация. Лонговая локальная формация, она показывала возможность открывать покупки, но рынок решил по-другому, рынок решил уйти в сторону локального давления вниз, а не в сторону среднесрочной лонговой тенденции, на которую я все-таки рассчитывала. То есть среднесрочная лонговая тенденция по металлам не сработала, а все-таки локальные тренды, локальное сжатие вниз показали свою отработку. То же самое серебро, но на серебре не будем так детально подробно останавливаться. Смотрите, что серебро, ну здесь мы немножечко выросли, то есть если я покупки еще рекомендовала открывать примерно в районе, вернее, ценовой зоны 23,7-23,8, чуть-чуть выросли, и видите, пошло тоже шартовое перекрытие. Отмена лонгового сценария произошла, хотя все предпосылки для того, чтобы дальше увидеть лонги по серебру у нас были. Поджатие наверх было, среднесрочная лонговая тенденция была, зона поддержки в районе 23,4, с которой мы показали лонговый импульс, был, зона коррекции в рамках этого импульса тоже 23,6 поддержка у нас была, да и реакция на эту поддержку с удержанием в виде локального выноса тоже мы с вами увидели. То есть моменты для покупок были, да. Покупка была возможна, да. Можно было покупать, да. Как закончилась эта сделка, отменный сценарий, то есть в данном случае мы получили убыток. Если придерживаться риск-менеджмента, если придерживаться своего анализа, то в принципе, ребят, убытки – это часть работы трейдера, я уже неоднократно об этом говорила, но я так акцентировала внимание. То есть к убыткам нужно относиться спокойно, да, это как рутинная наша работа, главное, чтобы анализ был правильный, главное, чтобы сделка была защищена, защищена формация, защищена паттерном, не только локальным, да, возможно и тенденция какой-то, и если тенденция присутствует, то это еще дополнительное усиление для нашей формации. Таким образом, эти моменты позволят максимально защитить торговую позицию и максимально быть уверенным в том, когда вы открываете ту или иную торговую позицию. Но в данном случае, да, у нас произошла отменный сценарий, у нас все-таки серебро показало импульс, шартовый вниз, вот этот импульс, это шартовые перекрытия и уже дальше, видите, безоткатно мы просто-напросто показывали новые минимумы по данному металлу. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас уходим в сторону давления, значит, шартового, которое произошло в месяце мая, давление вниз по серебру, как мы уже сейчас видим, рост, это была коррекция, коррекция, и сейчас ушли текущие, значит, движения шартовые, это перелоп предыдущих минимумов, которые подтверждают, что да, дальше серебро у нас собирается еще снижаться, еще не закончилось у нас вот это движение. Скорее всего, коррекционно, но все-таки довольно глубокая коррекция, несмотря на тренд лонговый, несмотря на лонговую тенденцию, глубокая коррекция затянулась, и металлы золото и серебро у нас ушли на эти коррекции. Так, значит, эти моменты мы с вами проанализировали, и давайте еще биткоин. Ребят, по биткоину, на самом деле, на прошлом обзоре я не давала каких-то четких рекомендаций, но я сказала о том, что я проанализировала, да, все возможные варианты, то есть здесь была у нас тоже дилемма защиты, такая довольно серьезная дилемма защиты была, потому что и шартовая тенденция уверенная. Ну, кому интересно, посмотрите мой предыдущий обзор. Я напомню, что на YouTube-канале Мария Кухтотрейдер этот обзор, значит, вышел в виде видеообзора. Вы можете посмотреть как у меня на YouTube-канале Мария Кухтотрейдер, так и на YouTube-канале компании Amarkets, который продублировался в прошлый понедельник. Поэтому, ребят, кому интересно, посмотрите, значит, эти моменты по поводу биткоина, свой анализ я озвучила, но я сказала о том, что если будет хорошая точка входа, я вас проинформирую на, значит, в виде, вернее, поста в своем открытом телеграм-канале Мария Кухтотрейдер. Смотрите, в чем была здесь загвоздка, так сказать, по биткоину, в том, что точки входа, ребят, не было, здесь не было точки входа на покупку, в этом была проблема биткоина, поэтому я ничего не написала по биткоину, точно так же, как и нефть. Это нам просто не повезло с вами, потому что как биткоин, так и нефть, хоть по нефти была видна, да, шартовая картинка, шартовые направления, это плюс нефти. Ну вот по биткоину даже направление было сомнительное, но на что я хочу сейчас акцентировать внимание, ребят, то есть если по биткоину точки входа не было, поэтому я ничего не написала в своем открытом телеграм-канале по этому инструменту, то по эфиру, посмотрите, по эфиру точка входа была. И для своих подписчиков в закрытом телеграм-канале Вип Мария Кухта, посмотрите, эфир 20 июня я рекомендовала открывать лонги. Точка входа была, паттерн лонговый самодостаточный был, подтверждение в виде консолидации, правильное количество дневочек было, то есть здесь уже можно было увидеть точку захода на покупку по эфиру. Против тенденции, да, против тренда шартового, против зажатия вниз, да, но самодостаточная лонговая информация, что это такое, тоже рассказываю на курсах обучения, дала возможность прогнозировать лонги. И вот торговая идея на покупку для моих подписчиков в закрытом канале. Поэтому, ребят, если биткоин не дал точку входа, да, не показал хорошую какую-то картинку, то эфир показал, и на эфире мои подписчики заработали, кто торгует крипту, кто торгует эфир. Я всё-таки считала, что это движение у нас будет коррекционным наверх, но, значит, учитывая тот факт, что… Вот отработка прогнозов лонг, видите, по эфиру для моих подписчиков. Значит, учитывая тот факт, что у нас довольно хорошие уже импульсы пошли наверх, довольно сильные импульсы, скорее всего, это уже заходное движение для дальнейшего роста по эфиру. Но, опять-таки, если это свежее потенциально защитное движение, его нужно обязательно подтверждать, лонговая формация свежая, то есть нужно ждать свежего подтверждения, и тогда только открывать дальнейшие лонги. Первая точка входа себя уже шикарно отработала. Мои подписчики в закрытом канале, которые получили мне торговую рекомендацию на покупку и которые покупали эфир, отлично на покупках заработали. Есть точка входа по инструменту, я об этом информирую. Поэтому, ребят, по поводу биткоина и нефти у нас такая ситуация получилась, что я обещала написать какие-то, сделать апдейты, но не было хороших точек входа, поэтому ничего не было от меня, никаких постов по поводу этих инструментов в открытом телеграм-канале Марии Кухтатрейдер. Но, тем не менее, эфир показал замечательную лонговую картинку, и для своих подписчиков в закрытом канале я сказала, что можно открывать покупки по эфиру, и дальше мы сопровождаем. Сейчас позиция еще висит, и дальше можно будет сопровождать лонги, потому что эфир показал лонговый импульс, и дальше продолжает смотреться на покупочку. Ну что ж, ребят, на сегодня у меня все, и сегодня вы получили от меня торговые идеи, обзор основных финансовых инструментов, которые я для вас отобрала, используя свою авторскую торговую стратегию «Защитный трейдинг». Кому интересно, я напомню, что я провожу индивидуальные курсы обучения по своей стратегии, если интересно, обращайтесь, все мои контакты есть под видео, пишите мне в личку. Дальше, если интересуют торговые рекомендации от меня с сопровождением, с четким ценовым уровнем для постановки стопа и так дальше, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта», где вы будете получать торговые идеи, сопровождение, стоп-лосс, куда нужно выставить, а также торговую аналитику, то есть не только торговые сигналы, но и торговую аналитику по основным финансовым инструментам. Все это будете получать, если подпишетесь на мой закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта». Также напомню, что есть открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трэдер», ребят, тоже подписывайтесь, делаю апдейты, делаю апдейты своих предыдущих идей, делаю апдейты по рынкам, если есть что-то интересненькое. Но сейчас весь рынок сложный, рынок в движении, поэтому сейчас, как я уже сказала в начале сегодняшнего обзора, у нас есть дилемма защит. Вот эта дилемма защита, она и немножечко усложняет дальнейшую картинку с прогнозами, но, тем не менее, свою позицию по основным финансовым инструментам я сегодня для вас озвучила. Будут какие-то изменения на протяжении торговой недели, ждите из меня следующих видеообзоров, либо же буду вас информировать в открытом телеграм-канале, ну и своих подписчиков обязательно в закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Также не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы всегда получать вовремя мои видеообзоры с анализом основных финансовых инструментов, обзоров рынка. Также разбираю свои торговые рекомендации предыдущие, разбираю свои прогнозы, рассказываю, как они отрабатываются, все, используя весь анализ, провожу использование своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Вы видите моё понимание рынка, ребят, я, если есть хорошая торговая картинка, обязательно вас информирую, и если ситуация неопределённая, тоже вам об этом говорю, что нужно ещё подождать. И я напомню, что иногда бывает, что очень долго нужно ждать, иногда очень долго набирается торговая позиция, а рынок долго консолидируется и долго набирает ситуацию для торговли. Поэтому, если есть какой-то момент неопределённости на рынке, желательно подождать, желательно подождать более понятной картинки, более какого-то хорошего подтверждения, и только тогда уже торговать. Все эти моменты я разбираю на своих курсах обучения индивидуальных, кому интересно, пишите мне в личку, и я обязательно вас проинформирую по поводу как программы обучения, так и основных моментов, которые вам интересны. Также я напомню о том, что вы можете в комментариях под сегодняшним обзором писать сигары тех инструментов, которые вас интересуют, которые вы торгуете. Это могут быть любые рынки, как валютный рынок, какие-то кросс-пары, это может быть фондовый рынок, фондовый индекс, медметал, товарно-серийной рынок. Ребят, если будет хорошая точка входа, обязательно вам скажу, если рынок ещё будет в движении, тоже вам озвучу своё мнение. То есть не всегда рынок будет давать хорошие какие-то точки входа, это может быть просто-напросто какое-то движение. Если это так, то просто скажу, что ситуация не торговая, но направление такое-то. Иногда даже направление сложно определить в силу того, что рынок находится на этапе либо консолидации какой-то амплитудной, длительной, либо на этапе коррекции, и нужно ещё ждать каких-то дополнительных элементов для того, чтобы полностью уже подтвердить ту или иную торговую формацию. Значит, интересный инструмент, пишите стикеры в комментариях, буду отвечать либо в следующих обзорах, либо в своём открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер. Благодарю всех за просмотр, благодарна за ваши предыдущие комментарии, вопросы, за ваши отзывы, за реакции, за ваш фидбэк. Ребята, надеюсь на ваш свежий фидбэк, на ваши свежие реакции, отзывы. Если есть вопросы, задавайте под видео. Всем хорошего дня, прибыльной торговли, и до скорой встречи.